Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите сегодня в этом выпуске. Вешают лапшу. Управляющая компания поменяла старые трубы на новые. Они угрожающе провисают и постоянно лопаются. Нашествие. В подвале дома созданы идеальные условия для размножения тараканов. Вместо дороги месиво. Взудилово после ремонтных работ оставили дорогу, по которой теперь даже рейсовый автобус не ходит. Мусор без границ. В черте города машинами сливают жидкие бытовые отходы. От ремонта ремонта не жди. После реконструкции теплосетей Барнаульскую улицу оставили без дороги. Трубы горячего водоснабжения похожи на лапшу. С таким странным описанием проблемы к нам обратились жители дома на Доповской 9. Дело в том, что несколько лет назад управляющая компания провела ремонт труб горячего водоснабжения, но провела неправильно. И теперь жители постоянно вынуждены бороться с порывами. Пятиэтажка на Доповской 9 – дом с проблемами, которые появились не из-за отсутствия ремонта, а по причине плохого качества выполненных работ. Сюжет для коммунального патруля не новый. Делали ремонт плановый, меняли трубы водоснабжения в подвале. По-моему, года четыре назад, если не изменяет память. Поменяли трубы, но после этого стало еще хуже. То есть рвется постоянно горячая вода, первые этажи особенно страдают. Ну и вторые, а вот на втором частенько бывает и сырость от этого, и полы на первом этаже у людей портятся. То есть неприятных моментов достаточно. Самое главное, жители понимают, в чем причина неприятных моментов. Например, Константин Ганов, житель этого дома, по одной из специальностей сантехник третьего разряда. Трубы, утверждает, качественные, а вот работы по их монтажу. Ну вот здесь видите, труба, это труба горячего водоснабжения, она горячая, она висит как лапша. Такого быть не должно. Почему это происходит? Потому что здесь явно серьезные нарушения правил монтажа. При монтаже труб горячего водоснабжения обязательно делаются компенсаторы теплового расширения. Что это значит? Труба полипропиленовая, когда она нагревается до 100 градусов, то даже до 80, она в длину на каждые 10 метров увеличивается на полтора сантиметра. И без компенсаторов она будет вот таким вот образом свисать. А это дополнительная нагрузка на швы. Если они сделаны некачественно, дадут трещину. Уже неоднократно, по словам жителей, представители управляющей компании приезжали решать проблему. Но латочного ремонта недостаточно. Нужно приводить всю систему горячего водоснабжения к нормативам. Начать, например, с монтажа компенсаторов. То есть это такой отводчик небольшой, небольшой отвод. И когда труба становится длиннее из-за теплового расширения, вот таким образом сжимается и разжимается. То есть трубе есть куда сжиматься. И обязательно должны быть подвесы. Ну а здесь, видите, подвес есть, расстояние должно быть где-то метр двадцать, самое большое. А тут сами смотрите, какое расстояние. Ну метра два, не меньше. То есть такого быть не должно. Тут явно серьезные нарушения. На свой страх и риск показываем вам степень проблемы. Даже находиться рядом с этими трубами опасно, прорвать может в любой момент. Константин, а пробовали вот в управляющую компанию обращаться со своим квалифицированным взглядом, мнением? Ну, обратить внимание на вас. Да, да, да. Обратить внимание на вас. Конечно пробовали, потому что любой человек может залезть в интернет и посмотреть правила монтажа. Потому что если что-то не так, значит что-то нарушено. Если что-то ломается. Посмотрели правила монтажа, все увидели. Ну, в принципе, любой сантехник третьего разряда и выше, он владеет этой информацией. Если этой информацией не владеет управляющая компания, то я сильно сомневаюсь в их компетентности. Поэтому мы надеемся своим сюжетом обратить внимание управляющей компании на проблему. Подвалом этого дома необходимо заняться. А вот то, что за подвалом дома на Доповской 9 не следят, причина еще одной проблемы. Тараканы. Теперь жителям и протравки не помогают. А в подвале, где полчища и логово, ситуация еще хуже. Тараканы. Из-за порывов в системе теплоснабжения в подвале и подъездах дома повышается влажность. Это, по мнению жителей, и есть одна из главных причин нашествия насекомых. Какой-то период жизни не было, а потом они появились тоже от того, что влага в подъезде. И они, особенно начинается холода, осень, и я замечаю, что они по вентиляционным или как-то попадаются локально в квартире. Протравим, вроде уйдут, потом опять начинают бегать. Ну, вроде как высшие этажи, ну, меньше, говорят, а первые, вторые, вот я на втором, есть. И чем ниже, тем больше. Источник понятен. Но остается вопрос, в чем причина засилия самых отвратительных домашних насекомых? Ответ прост. Тараканам, животным тропическим, необходимо тепло, влага и еда. Здесь рядом тепловой пункт, то есть здесь постоянно тепло. Поэтому тараканы, они не любят зиму, вот, они постоянно в тепле. Плюс им необходима постоянно вода и пища. Вот, пожалуйста, в кондиционной трубе, она не заменена, здесь есть пробоина, из нее постоянно поступают запасы пищи для тараканов, в виде целлюлозы и всего того, что мы можем считать неаппетитным, они это едят с удовольствием. Я в том году писала заявление в управляющую компанию по поводу тараканов, чтобы протравили. Они вывесили маркеры в подъезде, то есть у входных дверей подъезда в квартирах. На маркеры никто не попался, они руки отряхнули, сказали, у вас этих тараканов нету, все, и чисто, типа, ни один не прилип, поэтому мы, типа, ничего делать и не будем. Вниманием обделили не только насекомых, но также источник их жизненной силы. Вот это можно было заделать хотя бы, ну, я не знаю, холодной сваркой, этого было бы уже достаточно. То есть зачистить, заклеить и все, отсюда вода уже поступать не будет. Ну, с другими течами как поступать, не знаю. Ну, и очевидно, что здесь некачественно был сделан ремонт. То есть трубы где-то заменили на ПВХ, а где-то оставили старые чугунные, да еще и пробитые. Надо было все менять, обязательно. Менять трубы и вытравливать насекомых. Только работа в комплексе, иначе подвал этого дома и дальше будет походить на точку инопланетного вторжения. Дети вынуждены ходить в школу через грязь и непролазные лужи. Жители Зудилова жалуются, после ремонтных работа дорога превратилась в месиво. Мало того, что до этого она не освещалась, так теперь туда перестал заезжать рейсов автобус. В проблеме разбиралась Мария Микшута. Это кадры из интернета. Они появились в соцсетях несколько дней назад. Дорога, по которой каждый день дети ходят в школу, больше напоминает болото. А дети ведь не все ходят с родителями в школу. Ведь идут некоторые одни. Надо так, чтобы случилось какое-то несчастье, чтобы у нас тогда начали действовать. Все бы ничего, но идти по грязи в потемках – то еще удовольствие. Люди ходят на работу, дети идут в школу и возвращаются домой. Когда еще не расцвело или уже стемнело. Уходила на работу в 5 утра, мне нужно ехать. Идешь, собаки съедают, света нет и дорог нет. Это просто какой-то кошмар. А вот забираю с садика внуков, везу, ну я иду и плачу, реву, потому что я просто боюсь упасть в эту лужу, провалиться там. Ни освещения, ни хорошей дороги. Кстати, полотно здесь латали в этом году. Однако толку от такого ремонта, как считают местные, больше не стало. На улице Школьной ремонтировали дорогу. Просто ее залатали, немного присыпали в июле месяце. В июль-август. Ну, естественно, все уже, вот эта вся насыпная часть, она вся уже, все это вышло, выбили ее, получается. Это центр поселка, улица новая, а по факту новизной тут даже и не пахнет. Рядом поликлиника, банк, почта и магазины. Стоит пройти дождю, дорога превращается в противотанковые рвы. Причина банальна. Коммунальщики ремонтировали теплоснабжающие сети, но после работы забыли за собой брать. И вот они копали, и вот так закопали, дорогу не восстанавливают. Вообще, в принципе, должно восстановление быть, но ничего нет. То есть без этой грязи, в принципе, было-то получше, просто ямы до лужи. Да, ямы до лужи, но грязи такой, конечно, не было, но было более-менее ходить. Не пешеходу пройти ни машине проехать. Последней каплей, утверждают люди, стало элементарное отсутствие транспорта в поселке. Водители «Газели» отказываются ходить, ну, то есть по прежнему маршруту. Маршрут направлен на улицу Советскую. Детям неудобно выходить на остановки в районе Марьера. То есть им приходится в любом случае обходить через грязь, через лужи. Когда дорога будет ровнее и будет ли, мы решили узнать в местном сельсовете. В частности, по улице школьной требуется более 15 миллионов рублей. Одна приведения в соответствии. То есть у нас готова смета, мы ее заявляли для того, чтобы нас включили в региональную программу по ремонту дорог. К сожалению, решение о включении в программу зависит не от сельсовета. Поэтому по улице школьной самостоятельную проблему решить мы не можем. А вот полноценное освещение людям обещали уже в октябре. Так что все, чего пока на данный момент жители добились, это возможность идти через грязные месивые ямы, хотя бы не в темноте. Для мусора нет границ. Это рядовые барнаульцы и бизнесмены доказывают постоянно. Но так, чтобы жидкие бытовые отходы сливали где придется, случается нечасто. В этом случае осенизаторские машины сливают их прямо в лицо в черте города. Проблемой разбиралась София Яценко. По привычному маршруту и точно к цели. Полный осенизатор жидких бытовых отходов снова едет сливаться. Опустошает его вблизи канатного проезда прямо в лесу. Местные жители бьют тревогу. Дышать нечем. С утра и до позднего вечера. И каждый день. Вот они там сейчас слились, потом по всем этим канализациям пошел по всем домам запах. И даже по улице будешь ехать мимо. Запах, 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 запах. Ну это разве можно 21 век? Сколько приезжает цистерн в день, сосчитать сложно. Только за время нашей съемки их было порядка пяти. Слились и смылись. Испугавшись камеры, разнервничались так, что даже забуксовали. Просто можно идти по колее и это все можно увидеть. Кто где сливается. Весь лес загажен вообще. Все загажено. Вот вы чувствуете, вот уже запах пошел. Это то есть еще одно место, где сливается? Да, вот оно еще одно место. Вот только, пожалуйста, сликать, вот оно. Вот колодец тоже. Незаконно сливать жидкие бытовые отходы сюда приезжают регулярно. Но, видимо, увидев нашу съемочную группу, те, кто уже успел попасть в объектив камеры, сообщили своим коллегам. Вот уже полчаса никого. Однако, спустя несколько минут одного из причастных мы все же увидели. Но комментировать происходящее он отказался. Он там видит, спросите у кого-нибудь. А где там? Сейчас там никого же нет. Ну уберите от меня, пожалуйста. Нет, вы скажите. Я не могу ругаться с вами. Я с вами не ругаюсь, я просто задаю вам вопрос. Я гуляю, хожу по лесу, видите, нет? Скажи вот так, по телевизору, так хорошо. По словам специалиста, такие действия – экологическое преступление, за которое нарушители должны привлечь к уголовной ответственности. Помимо неприятного запаха, такие сливы грозят распространением особо опасных инфекций, например, коронавируса. Он распространяется, как и все вирусы, где угодно. При этом точная совершенно диагностика, болеет человек или нет, может быть сделана по его фекалиям. То есть, кроме стандартного загрязнения окружающей среды при таком нарушении, при таком преступлении, мы еще имеем и, соответственно, вирусную опасность. За объяснениями о том, почему в зеленой зоне недалеко от жилого сектора допускают слив фекалий, как давно это происходит и когда закончится, мы обратились в Барнаульский водоканал. Будем надеяться на скорый ответ. Сначала ждали отопление, теперь ждут дорогу. Жители одной из улиц Барнаула в самом центре города негодуют. Сразу после ремонта теплосетей они буквально не могут подойти к собственным домам. Как решить проблему в сюжете Мария Микшута. Начали замерзать от того и стали писать в соцсети на отсутствие тепла в домах. Еще в августе на проезде Огородной начали подготовку к отопительному сезону, однако завершить срок не успели. Тепло запустили лишь в начале октября, чему несказанно обрадовали жильцы. Но вместе с комфортом внутри помещений появился дискомфорт снаружи. Ну, слабенько, но есть. Слабенько. Тепло есть, хоть и слабенько. А вот участок, где проводили ремонт теплосетей, так и остался полосой препятствий для местных. А так обычно, если иду я, я иду до Еврофасада в бахилах, там переодеваюсь, вернее, снимаю бахилы и иду дальше. Как правило, проходили там, где трубы лежат сейчас, ну а потом там вообще не пройти будет. Вот еще машины, ну а если, допустим, сейчас дальше, больше она грязь, это будет скорая элементарно проехать. К нам сюда скоро откажутся машины приезжать. Примечательно, что как только мы сняли раскуроченную коммунальщиками дорогу, с пожеланиями прокомментировать сроки ее ремонта, тут же отозвались городские чиновники. Они заверили на, что совсем скоро местные жители не будут испытывать никаких неудобств. Там работы заканчиваются, ближайшие дни закончатся, все там благоустроят на место. В мэрии также подчеркнули, после ремонта дороги батареи станут теплее. Хочется надеяться, что реакция ответственных лиц будет преть такой же быстрой. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.